Не спорить, не ссориться, трудиться и радоваться жизни. Вот что необходимо, чтобы дожить до глубокой старости, уверены долгожители. 106 лет сегодня отмечает жительница Симферопольского района Агафья Петровна Дьячкова. В гостях на почтенном юбилее побывала и наша съемочная группа. Сегодня в доме у Агафьи Петровны по-особенному людно и празднично. Побывать на таком юбилее мечтает каждый. Представители республиканской власти, Симферопольского района, работники социальных служб, подрастающее поколение из медицинской академии, общественной организации. Люди выстроились в очередь, чтобы поздравить именинницу. Вы самая юная, самая красивая, самая щедрая, добрая. Мы с вашей добротой, тоже как и вы сказали, живем уже много лет. И поэтому хотим, чтобы сладко вам было. Вот это покушайте тортик. А вот эту фотографию мы вам привезли с прошлого вашего юбилея. Вы еще и пример простого русского человека, который смог не просто дожить, а смог сохранить здравый ум, сохранить свою семью и вокруг вас все близкие и родные. И позвольте мне от имени нашего Российского союза ветеранов, который возглавляет генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич, наградить вас памятной медалью в связи с 70-летием окончания Второй мировой войны. Молодежь преклонялась перед возрастом и выражала слова благодарности. Когда я сегодня нашим студентам, молодежи сказала, что еду к вам, у меня столько людей хотело поехать, столько людей хотело воодушевиться вашим мужеством, вашим долголетием, вашей жизнерадостью. Мы обязательно к вам приедем. Агафья Петровна родилась в Херсонской области. Уже в 10 лет она трудилась в коммунах. Перед самой войной переехала с семьей в Крым, работала в колхозе и, вопреки всему, помогала партизанам. Она была приговорена к расстрелу, но волей судьбы осталась в живых. Листовки носила, газеты носила. Это все через крымских партизан, а там была застава. Так мы все переживали за ее, чтобы ее там не схватили. Но она умудрялась, была молодая еще, красивая и проскакивала. Нелегкая судьба обычной русской женщины никогда не пугала Агафью Петровну. Добрая, отзывчивая, благодарная, умеющая прощать. В ее доме всегда пахло сдобой. Росли дети, потом уже внуки и правнуки. А она по-прежнему оставалась светлой, ласковой, заботливой и, что немаловажно, неконфликтной. Она уравновешенный человек. С нее вот в этом нужно пример брать. То, что она, ну вот я же говорю, что она не умеет прощать. И посоветует так, спокойно все, без эмоций. Вот такая вот она. В этом плане она молодец. Секрет долголетия именинницы просто рассказывают близкие друзья семьи. Я ни с кем не спорю, она говорила. Никогда. Несмотря на свое вот такое тяжелое действительно военное и послевоенное время, я вам расскажу, что она прятала партизан и уже вели на расстрел. То есть и начался вот, ну как бы самолетный обстрел, и немцы разбежались. И бабушка Агаша осталась жива. Вот такую вот историю вот сто лет она мне рассказывала. И еще. Всю жизнь Агафья Петровна трудилась, не покладая рук. Она и сегодня в своем почтенном возрасте делает все сама. И пусть плохо слышит и почти не говорит, зато она излучает тепло, доброту. Она просто дружит с Богом, отметили гости и пожелали еще долгих лет жизни. К слову сказать, уже за кадром Агафья Петровна выпила рюмочку коньяка, закусила сыром и поблагодарила всех за праздник. Александра Пермякова, Юрий Земной, служба новостей и ТВ.